Здравствуйте! Мы продолжаем работу на Первом городском в эфире проект совещания СЫ. И сегодня в нашу программу мы пригласили начальника территориального сервисного центра в Кривом Роге под номером 1243. Проще в народе мы называем это центр МРЭО. Александр Викторович Еременко в студию. Здравствуйте! Добрый вечер! Много вопросов подготовили для вас, важных и для автолюбителей, и просто для жителей города, которые только, может, собираются стать автолюбителями и сесть за руль. Давайте для начала разберемся. Просто очень много всегда вопросов ГАИ, МРЭО, где знак равенства, где делась ГАИ, осталась ли МРЭО. Вот мы сегодня попробуем в студии разобраться с этими моментами. Территориальный центр 1243. Я знаю, что он не один, их два в Кривом Роге. Чем конкретно занимается вот этот центр и какие полномочия входят в его работу? Ну, если пуститься в небольшой экскурс в историю, то действительно, те функции, которые сейчас предоставляют сервисные центры, раньше их предоставляли МРЭО – Межрайонный регистрационный и экзаменационный отдел. Это выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств. Раньше подразделения МРЭО находились в структуре госавтоинспекции, а госавтоинспекция, как таковая, канула в лето вместе с милицией. 7 ноября была создана национальная полиция, а прежние структуры, они были упразднены. Поэтому с ноября месяца была создана сервисная служба МВД. По структуре в Киеве находится главный сервисный центр, в областях, в областных центрах находятся региональные сервисные центры, которым подчиняются территориальные сервисные центры в городах. У нас в области 8 сервисных центров, которые занимаются обслуживанием граждан. У нас в городе непосредственно находится центр 12-43, тот, который находится на Волгоградской 11. В здании ГАИ, как привыкли многие называть, эту остановку и местную. Да, раньше называли ГАИ, по старинке называют МРЭО. Но хочется сказать, что на сегодняшний день мы находимся не в этом здании, хотя территориально находимся на той же самой площадке. То есть транспорт, где осматривался, там и осматривается, эксперты, где находились, там и находятся. Единственное, мы находимся по другую сторону площадки, в здании диагностики. Там в настоящее время проводится, доделывается. Давайте я так дополнительно задам вопросы, если разбираться. То есть раньше вы были частью ГАИ, сейчас вы существуете как отдельная структура МВД. Полиции мы не подчиняемся, мы подчиняемся главному сервисному центру, который структурно входит в структуру МВД. Находитесь вы, сам территориальный центр 12-43 находится в здании? Улица Волгоградская, 11-2. Останок ГАИ. Как номеруется второй центр, который находится в Кремове? Второй сервисный центр, это у нас центр 12-48, находится улица Конституционная, 7. Это район станции Раковатой. То есть по сути дела упразднены были Желтоводское МРЭО, Апостоловское МРЭО и эти территории. То есть все жители Апостолово, Желтых Вод регистрируются либо в ВАЗ, либо... Ну, если для Желтоводских граждан более удобная северная часть, поэтому они едут в центр 12-48. Хотя на сегодняшний день, независимо от места жительства, от места регистрации, указанной в паспорте, человек может обратиться в любой сервисный центр по Украине и зарегистрировать автомобиль. Как зарегистрировать, так и снять, так и получить или обменять водительское удостоверение, если имеются на то все необходимые основания. То есть ваши полномочия, давайте я так подведу черту подсказанным, ну, я так понимаю, это выдача водительских прав и сдача экзаменов. Вы принимаете экзамены, которые как бы... После автошкола. После автошкол. Вы регистрируете автомобиль при продаже покупки, вы меняете документы старого на новый образец, вы... И вы ведете общую базу по всем транспортным средствам, да, которые зарегистрированы в Кривом Роге и не только в Кривом Роге. Да, нам без разницы, кто не обратится, гражданин Украины, независимо от его места проживания, мы можем зарегистрировать ему транспортное средство. А сколько времени, сил и средств вот сейчас занимает переоформить авто при покупке и продаже? Вот если это авто уже находилось зарегистрировано на территории Украины, вот такая обычная процедура, мы видим много объявлений, люди продают машины. Я понимаю, что там какая-то часть из этой суммы, это процент от общей стоимости автомобиля, оценки, но какие-то есть определенные тарифы, которые нужно платить в обязательном порядке. Пожалуйста, если можно, получить ответ на этот вопрос. Ну, законодательно на сегодняшний день существует законопроект о сервисных центрах МВД, но он не принят в виде закона. Там было прописано четко, что на регистрацию транспортного средства один рабочий день выделяется, на получение водительского удостоверения до пяти рабочих дней. На практике, на сегодняшний день мы граждан обслуживаем, если не возникает никаких дополнительных вопросов при регистрации автомобиля, связанных с корректировкой, где-то что-то было неправильно указано, либо где-то исправить надо, то в течение полудня, до дня одного рабочего автомобиль регистрируется. По сути дела, то же самое происходит и с водительскими удостоверениями. Максимум на следующий день могут получить новоиспеченные водители водительское удостоверение. Я помню, что раньше были задержки, связанные с бланками, возникала ситуация, когда люди приходят, они оплачивают административную услугу, а мы предоставить ее не можем в связи с отсутствием у нас. Кстати, да, номерные знаки, бланки. Есть ли проблемы с этим и возможны ли они сейчас в Украине при новом изменении, при новой модернизации вашей? Я думаю, что если изменения и возможны, то только в лучшую сторону, потому что практика последних месяцев показывает, что бланки есть, бланками снабжение идет нормально. И если сравнить ту нашу предыдущую эпостасию, когда мы были в виде МРЭО и сейчас, то сейчас снабжение идет гораздо лучше и нету тех очередей, нету нервозности. Когда человек приезжает, ему надо срочно уехать, зарегистрировать автомобиль, а ему государственный орган говорит о том, что извините, у нас нету бланка. Какой график работы, в какие дни у вас выходные? Я помню, что понедельник был, по традиции, раньше выходным днем. Как работаете сейчас, во сколько открываются ваши двери, во сколько закрываются? Рабочие дни, так же, как и раньше были у нас со вторника по субботу. Рабочее время с 9 до 18, по субботам до 16.45. В преддверии предпраздничного дня на один час рабочий день сокращен. Давайте тогда перейдем к следующему вопросу, это законопроект 3251, законопроект о нововведениях при покупке автомобилей за границей. Что знаете об этом законе, как он работает и сколько автомобилей уже по этому закону было завезено и зарегистрировано именно в вашем сервисном центре? Ну, речь идет о законе, который уменьшает акцизный сбор при приобретении транспортных средств за границей для личного пользования. Заработал, вступил в силу этот закон с начала августа. По своему сервисному центру могу сказать, что у нас зарегистрировано уже 4 автомобиля по новым акцизам. То есть в течение трех недель получается 4 автомобиля? Да, 4 автомобиля. Что это за автомобили? Это премиум сегмент? Какая примерно ценовая категория? Либо это бюджетные автомобили? Каких годов эти автомобили? Что за марки? Значит, к автомобилям предъявляются требования, чтобы он, во-первых, соответствовал экологическим нормам не ниже евро 5, а это автомобили от 2011 года и младше, требования, чтобы автомобиль этот покупал непосредственно будущий хозяин. То есть он должен сам поехать, сам приобрести, сам для личных нужд везти этот автомобиль. И при этом в регистрационных документах обязательно вносятся ограничения о том, что продажа такого транспортного средства в течение 365 дней с момента регистрации без уплаты акциза запрещена. Также таможенные органы накладывают ограничения на передачу права управления этого автомобиля кому бы то ни было. То есть и доверенность, соответственно, выписать тоже на этот автомобиль? Доверенность нельзя выписать, хотя по сегодняшнему законодательству для того, чтобы управлять автомобилем, необходимо иметь всего регистрационный документ водительского удостоверения соответствующей категории и страховой полис страхования гражданской ответственности. Поэтому контроль на правомерность использования транспортного средства сейчас возлагается на патрульную полицию, которая может остановить, проверить документы и увидеть, что в данном случае передача транспортного средства запрещена. То есть существует соответствующая административная ответственность за такую передачу. Я так понимаю, что автомобили очень разные, какой-то определенной тенденции до понятия? Автомобили разные. То есть есть автомобили средней ценовой категории, это такие как Рено, есть автомобили премиум-класса, такие как BMW, Volvo, один автомобиль. Поэтому дальше, ну пока на четырех автомобилях подводить какую-то статистику еще трудно, но... Я думаю, придете к нам через время, расскажете. Но тем не менее, спектр автомобилей уже видно. Давайте вернемся к автомобилям, которые уже находились и зарегистрированы в Украине, как они продаются сейчас. И вот меня такой момент интересует, это справка счет. Вот те, кто покупал автомобили раньше, знали, что нужен этот документ. Нечасто, честно признаться, было непонятно, зачем нужно покупать эту справку счет, которая нужна ровно на несколько часов. Она стоила немалые деньги. Как она действует сейчас? Что за правило? Убрали ее или нет? Позвольте вот разобраться и с этим вопросом. Ну, смотрите, существует владелец транспортного средства. Для того, чтобы это транспортное средство принадлежало другому владельцу, должен быть некий документ, который подтверждает правомерность перехода этого правосуточности. Таким документом может быть. Нотариальный документ. То есть договор дарения, договор купли-продажи, договор обмена. Это может быть решение суда. Это может быть, если есть какие-то спорные моменты или были пропущены сроки вступления в наследство. То есть по суду может быть признан, кто является наследником на данный автомобиль и за кем признано право собственности. Так вот, одним из таких документов и была справка счет. То есть справка счет, это был документ, он выдавался как торгующими организациями при первичной продаже автомобиля на территории Украины. То есть давалась жизнь, путевка в жизнь автомобилю для регистрации. Так и для перехода права собственности, так называемая комиссионная торговля. То есть автомобили сдавались в торгующую организацию на комиссию. Нельзя было так сделать, что пришли в ГАИ и говорят, это я владелец, а вот будущий владелец, пожалуйста, переоформьте на него в танке. Должен быть документ, подтверждающий, что данная сделка совершена законно. Но 18 ноября прошлого года этот документ был упразднен Кабинетом Министров. А как процедура в этом случае без него существует? После него никто не отменил нотариальные документы. Но вместо справки счет комиссионной торговли ввели договора купли-продажи, которые составлены непосредственно в сервисном центре МВД. То есть у нас. Для этого необходимо продавцу и покупателю прибыть непосредственно в сервисный центр, предоставить документы, подтверждающие личность, изъявить волю и желание. Выдавались пустые бланки, пожалуйста, присаживайтесь сами, заполняйте эти бланки. Какая цена вот такого договора? Вот договор этот бесплатный. На данный момент? Да, на данный момент он бесплатный. Единственное, оплачивались услуги за перерегистрацию автомобиля. То есть для иномарки, для того, чтобы понимать, эта стоимость составляет около 500 гривен, если с новыми номерными знаками. Если проводится экспертное обследование, это еще порядка до 200 гривен. То есть порядка 700 гривен сама процедура перерегистрации. Но переход за сам договор купли-продажи ничего оплачивать не надо было. Еще хочу обсудить очень важную тему. Я бы хотел добавить, что в конце июля были внесены опять изменения в порядок регистрации, в порядок торговли транспортными средствами. И опять возобновлена комиссионная торговля автомобилей. Через справку счет. Но сейчас это уже не справка счет, сейчас это договор купли-продажи, составленный у субъекта господаревания, комиссийной торговли. В чем принципиальное отличие от справки счета? В том, что комиссионная торговля подразумевает под собой не нотариальное действие, что пришли покупатели-продавцы и составили договор купли-продажи, им выдали. С таким же успехом можно прийти в сервисный центр и перерегистрировать автомобиль бесплатно. Понятно, что услуги у субъектов, которые занимаются комиссионной деятельностью, стоят каких-то денег. В сервисном центре эта услуга бесплатно делается. Комиссионная торговля подразумевает под собой, что человек может прийти и сдать свой автомобиль на комиссию. Составляется комиссионный договор, составляется акт осмотра. И комитет сдает, комиссионер принимает этот автомобиль на комиссию и выставляет его на продажу. Если находится покупатель, на следующий день, через день. Это в том случае, если автомобиль был именно на площадке на такой или в любом случае? У каждого субъекта хозяйствования должны быть площади, на которых он выставляет автомобиль на демонстрацию. То ли это на 3 автомобиля, то ли это на 50 автомобилей. Такая площадка у него обязательно должна быть. Хорошо, если так, подводя итоги. Человек продает машину в интернете, разместил объявление, нашел клиента, приехал человек, посмотрел, говорит, мне все подходит, пожали руки, поехали покупать. Обсудили цену, они приезжают, у вас договор бесплатный, там какой-то договор, который стоит денег. Какая процедура именно правильная? Процедура правильная и та, и другая, но хочу сказать, что при оформлении в сервисном центре договора купли-продажи автомобиль автоматически проводится проверкой его по обтяжениям, по реестрам арестов, на угон, на розыск предыдущего владельца и нового владельца, чтобы не были чисты перед законом. Получает покупатель. Зачем тогда нужны вот эти платные договора? Человек имеет право выбора. То есть человек хочет, обращается сюда, хочет, обращается туда. То есть выбор есть? Да. Давайте тогда еще одну затронем тему, очень важную. У нас осталось меньше трех минут прямого эфира, хочу успеть обсудить этот вопрос. Это переоборудование автомобиля под газ, газобаллонное оборудование. Мы очень много видим сейчас рекламу на улицах, объявления, растяжки всевозможные, много фирм занимаются этим в разных местах. Хочу спросить, как это переоформление регистрируется, какая процедура этого всего сейчас на данный момент и сколько в действительности фирм в Кривом Роге имеет право на законное переоборудование, такое переоборудование, которое вы зарегистрируете? Ну, переоборудование, установка газа на автомобиль, это считается переоборудованием, чтобы наши граждане города не вводили в оману себя, это является переоборудованием, кто бы что ни рассказывал. На сегодняшний день у нас в городе имеют всего пять организаций право на установку газобаллонного оборудования с выдачей соответствующих документов, которые являются основанием. Как убедиться, что эта организация, с которой человек пришел, имеет такую... Ну, очень просто. Когда они выдают документы, в документах написано, где ведется эта деятельность, кто ее ведет. Дайте, пожалуйста, ваши документы, что вы, Иванов Иван Иванович, тот, который здесь указан в этом документе, пожалуйста... Ну, вот человек, он должен сначала ехать к вам или сначала установить этот газ? Так, для переоборудования на газ достаточно ехать сразу в организацию, которая имеет право на установку газа, устанавливает газ, приезжает к нам, проводится регистрация, вносится изменение в регистрационные документы... Ну, то есть так называемый техпаспорт регистрационный... Если не внести изменения в регистрационные документы, это считается как управление транспортным средством, не зарегистрированным, либо не перерегистрировано в установленном порядке. Сколько занимает такая услуга времени, сил, средств? По нашей линии она занимает, нам без разницы, то ли это первичная регистрация автомобиля, то ли это вторичная, полдня до дня. То есть, соответственно, если человек установил такое газобаллонное оборудование в фирме, в предприятии, у которого есть все разрешения, они выдают ему документы, с которыми он приезжает к вам в окошко, подают эти документы, паспорт, техпаспорт, вы проводите проверку. И к вечеру он уже получает новый техпаспорт, в котором указано, что автомобиль работает в том числе и на газобаллонном оборудовании. Ну что ж, большое спасибо вам за то, что пришли к нам в студию. Я думаю, что совсем скоро снова с вами встретимся. Хотим увидеть статистику, хотим увидеть воочию здесь, в Крюмроге, как действует вот этот закон новый, который называется 3251 о снижении акцизов на ввоз и автомобилей за границей. На сей секунде будем прощаться, время наше подошло к концу. Сегодня в программе совещания СЫ был у нас начальник территориально-сервисного центра в Крюмроге под номером 1243. Раньше этот центр назывался МРЭО. В гостях у нас был Александр Викторович Еременко. Я благодарю вас за интервью. Всего доброго, друзья, и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова